Ракеты стартуют нормально, выходят на орбиту, достигают нужных орбит с нужной точностью, все работает как надо. И если что-то вдруг происходит неправильно, то мы начинаем сразу же негодовать, как она посмела вообще, как они все посмели, почему такое произошло. Вообще, на самом деле, если задуматься, ракета обязана развалиться даже не до орбиты, а еще, наверное, на стадии проектирования. Если она проходит стадию проектирования, она должна развалиться на стадии транспортировки, например, на старт. Если она вдруг улетела со старта, она обязана развалиться в воздухе сразу над стартом, упасть на старт и его разрушить. Если она вдруг оторвалась от земли и летит, она обязана улететь в другую сторону, перевернуться вверх тормашками, развалиться в воздухе, упасть в пламени назад. Если она вдруг доходит до орбиты, она, естественно, должна выйти не на ту орбиту, она должна выйти так, так чтобы эта орбита оказалась совершенно бесполезной, чтобы отделившийся спутник упал куда-нибудь в море, в океан, в тихий океан у нас либо отпадет. И, соответственно, мы привыкли уже к такая вот черная команда, и в целом и космонавтики, и ракеты, и спутники. Это все на самом деле работать вообще не должно. Но человечество отличается, как птица говорун, умом и сообразительностью, а также хитростью и изобретательностью. Поэтому люди придумали много разнообразных хитрых приборов, которые даже, бывает, дублируют друг друга, чтобы ракеты летали, летали хорошо, выходили на нужные орбиты, достигали поставленных целей, чтобы потом от них отделялись спутники, чтобы эти спутники выполняли свою задачу, летели либо по земной орбите, летели к Марсу, Венере и так далее, куда угодно, работали бы годами, выполняли бы свои успешные задачи, перевыполняли бы сроки активного существования. Но и при этом все это делается вопреки желанию устроить ракетам и спутникам примерно вот такое. Это просто такая длинная коллекция, ролик на 5 минут. Я его полностью проматывать не буду, мы с вами во времени достаточно ограничены. Поэтому пойдем дальше. Это, кстати, первый спутник, первая попытка запуска американского спутника в конце 57-го года. Ну вот понятно, как она закончилась. Ладно. Так. Так. Работает. Так вот, первая проблема нас внезапно постерегает на тем, чтобы доставить ракету до стартового стола. Хорошо, молодцы, устроились, например, в США. У них ракета едет на корабле, у корабля есть большие запасы по размерам, и они, соответственно, могут спокойно возить ступени большого диаметра. А вот, например, справа снизу эта схема, это вот такой незаметный враг нашей отечественной космонавтики. Почему? Потому что это железнодорожный габарит, который ограничивает нашу возможность сделать большую, широкую, толстую ракету. Приходится делать ракеты потоньше. Ну, например, даже когда везут ракету протон, ее везут в разобранном виде, у нее максимальный диаметр 4,1 метра, даже при этом, по слухам, приходится прикрывать встречное движение, очень неудобно. Помните, может быть, байку про то, как диаметр ускорителя шаттла, тертотельного ускорителя шаттла, ограничен размерами двух лошадиных, ну, крупов, как бы это правильно сказать. В общем, лошадь, она в диаметре. Вот это, конечно, байка, на сайте висит опровержение, но вот эта проблема действительно иногда бывает. Если мы, допустим, пытаемся везти ракету воздухом, там свои проблемы, там нужно делать какие-то самолеты специальные, нужно с ними тоже возиться, вот это вот везут бак энергии. И, в общем, сейчас у нас вводят все только железной дорогой. Дальше поехали. Установить. Ну, хорошо, привезли мы ее, мы должны установить стартовое сооружение. Как это сделать? Нужно привезти из монтажного комплекса на старт. Можно везти горизонтально, удобно, вроде бы более просто. Проблема в том, что полезная нагрузка, спутник, она, получается, висит на этой точке подвеса и стремится загнуться под собственным весом. Нужно делать ее прочной. А это дополнительная масса, это неудобно. Если мы везем ракету вертикально, там возникают свои проблемы. Например, у нас случаются специальные транспортеры, на которых ракета едет так, что вдруг упадет еще. Тоже проблема. Дальше. Если мы ее привезли на старт, у нас должны быть специальные башни обслуживания, которые стремятся расти. Между прочим, по центру картинка очень забавная. Когда все начиналось на ракете Р-7, боевой, там была одна площадка обслуживания, потом их стало две. А вот, например, на Плесецке уже восемь, они выросли постепенно. Апгрейд называется. Бывают башни обслуживания мобильные, бывают башни обслуживания закрытые, там отдельная очень такая интересная тема. Дальше. Если мы такие запустили, если у нас ракета таки стартует, нам же нужно куда-то выбрасывать истекающие из двигателей газы. В чем проблема? Для этого делают, допустим, газоводы. Специальные такие туннели, по которым эти газы уходят. Проблема. Вот реальный случай, это реальная фотография запуска Falcon 9. Дождик прошел, в газоводах вода, пошли газы ракеты, и ракета летает в красивых таких облаках грязи. От этой самой грязной воды. Ну, хорошо, повезло, ни к чему, никаким проблемам не привезло, улетело. Но я думаю, после вот этой истории Маск дважды свои газоводы теперь проверяет. Дальше поехали. Во, запустить двигатель. Что у нас происходит? Ну, может быть, вы слышали или читали, недавно такая была история, что внезапно выяснилось, точнее, те, кто в теме знают, но для широкой публики стало таким забавным откровением, что на ракете «Союз» находятся фактически такие 32 большие спички, которые запускают первую и вторую ступень. Что это за спички? Вот слева картинку видите. Это деревянная, получается, деревянная такая вот Т-образная швабра, на которой стоят два пирозаряда, которые по команде электрической начинают загораться. Там есть специальный датчик, который контролирует, что запуск произошел, запустилось, и, соответственно, у нас есть пламя, в котором загорится топливо и окислитель. Если вы сейчас подумали, что это глупое решение, я вас разочарую, это очень эффективное решение. Это фантастически дешевое решение, очень простое и очень надежное, потому что за многолетнюю эксплуатацию ракет-носителей семейства «Союз» истории именно с плохим зажиганием бывают раз в несколько десятков лет. Просто с ресурсом ПЭН-аметы такая история произошла, поэтому оно и сейчас запомнилось. Предлагались более сложные варианты. Зажигание химическое, зажигание лазерное сейчас предлагается. Все замечательно, все хорошо, проблема дороже, а тут дешево. И, собственно, пока «Союз» летают, эти деревянные элементы, дерево на ракете в 21 веке, будет и дальше. Можно зажигать специальной такой зажигалкой. По сути, это свеча, похожая на свечу от зажигания, которая зажигает отдельный специальный запальник, который уже зажигает основное пламя от двигателя. А вот справа, если вы подумали, что это именно способ зажигания, такой как от искровой зажигалки, то я вас разочарую. На самом деле, это лучший способ двигатель взорвать, зажигать его так поздно. В реальности на шаттле зажигание стоит в самой камере сгорания, а эта штука, это, по сути, система безопасности, чтобы выходящий из двигателя водород никуда бы не улетел, нигде бы не скопился и не взорвался бы. Его поджигают сразу на месте. Дальше поехали. Во, отлично. Так, чтобы он не погас и не взорвался. Хорошо, двигатель мы запустили, запустили двигатель. Если бы мы были пионерами космонавтики, запустили бы первый реактивный двигатель, он у нас тут же прогорел бы, развалился бы, расплавился бы, и ничего бы хорошего не получилось. Двигатель нужно охлаждать. Что получается? Как мы его будем охлаждать? Есть вариант, например, ставить какую-нибудь такую специальную, специальное вещество, которое будет испаряться вместе с горением двигателя, улетать туда вместе с излишней температурой и будет работать. Если вариант еще интереснее, можно, например, прокачивать по внешней рубашке охлаждение, допустим, горючее, обычно горючее, но бывает окислитель. И таким образом двигатель охлаждать. Ладно, хорошо, научились мы это дело охлаждать. Новая проблема снизу, вот эта вот снизу слева, это камеры сгорания разных двигателей. Почему у них такие заборчики стоят? Это именно, по сути, заборчики. При горении топлива какая-то нестабильность возникает, она может привести к детонации. Эта детонация может испытываться на камеру сгорания, и бац, у вас двигатель взорвался. Печально, мы этого не хотим. Поэтому сделаны такие, фактически это выполняет роль такого небольшого забора, который огораживает участки горения, чтобы детонация не стала опасной для двигателя. Следующий слайд. Отлично. Подавать топливо. Вот слева такая простенькая схема. Сравнительно простенькая. Это намеренная ирония. Это турбонасосы двигателя Space Shuttle SSME или RS-25. Я думаю, понятно, что это довольно простое дело. Сразу можно сделать турбонасос, который будет прекрасно работать. Это тоже была ирония. На самом деле это довольно сложно. Вот справа, например, это наш турбонасос отечественный. То есть нужно что делать? Нужно, с одной стороны, получать избыток давления от либо отдельной камеры сгорания, либо газогенератора. И эту энергию передавать на то, чтобы одновременно качать горючий окислитель с большим давлением и подавать его в камеру сгорания. Если вы думаете, что если вы возьмете твердое топливо, и ваши проблемы в этом исчезнут, нет. У вас еще нет эта проблема, и появится другая, связанная с ней. Потому что у двигателя на твердом топливе есть свой профиль горения. Вот справа картинка, снизу, это профили горения разных сечений. Следующий слайд, пожалуйста. Управляйте ракетой. Если вы хотите почувствовать, что такое управление ракетой, какую работу делает система управления ракетой, все просто. Вы берете карандаш, ставите его себе на палец, чтобы он не упал. После чего с карандашом, закрыв глаза, садитесь на велосипед и 9 минут с закрытыми глазами едете на велосипеде и въезжаете в гараж, который от вашего размера на велосипеде, у вас запас по стороны, порядка миллиметра. Очень простое занятие, в принципе. То, что я сейчас назвал, это перевод тех терминов, которые получаются у системы управления. Потому что, во-первых, ракета испытывает неустойчивое равновесие. То есть она стремится перевернуться. Она стремится перевернуться. Именно совершенно так же, как это делает карандаш на вашем пальце. Дальше. Система управления фактически, если вы переведете точность, с которой система управления выводит спутник на орбиту, там получится примерно, что у нее запас на миллиметры в стороны. Естественно, это достаточно сложная система. Вот здесь вот справа. Это, правда, система управления для космического аппарата. Это Аполлоновская гиростабилизированная платформа. Но принцип она использует тот же самый. То есть в чем у нас идея? У нас есть, каким образом в автоматике это получается. Все вы знаете про простой физический эксперимент волчок. Если волчок закрутить, он стремится остаться на месте. Если мы берем технически сложный, навороченный волчок, эта штука называется уже гироскопом и используется в системах ориентации. Она показывает очень хорошо положение аппарата. А с помощью акселерометров, посложнее тех, которые стоят в вашем телефоне, но к этому вернемся чуть попозже, автоматика получает информацию о том, как мы ускоряемся. Складываем знания о том, как мы ускоряемся, положение, еще немного сложные математики, и в итоге можем вводить с очень высокая точностью аппараты на орбиту. Например, если у нас один двигатель выйдет из строя, или одна ступень выйдет из строя, точнее, закончит работу раньше, чем это нужно. Следующая может, например, доработать за нее, за себя и за того парня. Следующий слайд, пожалуйста. Хорошо, мы вывели спутник на орбиту, и тут внезапно выясняется, что оказывается у нас на орбите вакуум. Как мы будем держаться за вакуум? Мы же не хотим, чтобы камера смотрела на Землю, например, или на Марс, или еще куда они смотрят, на Плутон недавно пролетали. Для этого нужно, чтобы камера была как-то направлена туда. Так ведь? Отлично. Вариант первый, самый простой. Слева сверху двигатели. Просто, эффективно, быстро, хорошо, проблема, топливо поедается. То есть это вариант, который используется, но для своих задач. Если мы хотим очень долго летать, это не очень эффективный вариант. Дальше. Следующий вариант. Справа. Берем ту же самую идею волчка и раскручиваем весь космический аппарат. У нас вакуум, тормозится ему не обо что. Он будет крутиться, лететь и крутиться, лететь и крутиться. Прекрасно работает. Например, зонды Пионер уже давно улетели дальше орбиты Плутона. Давно уже летят. Они уже сами сломались. С ними уже связь поддерживать не получается. Но они все еще вращаются, все еще сохраняют примерно правильную ориентацию. Впрочем, сейчас более сложные системы стоят. Следующий вариант. Слева, снизу. Если мы, допустим, будем висеть в невесомости и будем раскручивать волчок, то мы сами будем закручиваться в другую сторону пропорционально разнице наших масс. Идея была принята на обнаружение. У нас появились системы управления на маховиках. То есть у нас получается три маховика по трех мосям. Крутим сильнее, крутимся в противоположную сторону. Крутим слабее, крутимся в эту сторону. Все просто. Прекрасно работает. Например, на Хаббле стоит. На телескопе Хаббла стоит шесть таких маховиков, например. Их там меняли, они там тоже ломались, выходили из строя. Их меняли, пока еще работает. Следующий вариант. Если мы творчески подойдем к идее волчка, то мы можем посмотреть, допустим, можем волчок раскрутить. Раскрутили. Поставили его на нитку, и он будет на этой нитке стоять. Ага. Значит, можно фактически на волчок опереться. Замечательно. Так появились силовые гироскопы, они же гиродины. То есть как их отличить от маховиков? Маховик меняет свою скорость вращения, а гиродин, как правило, вращается с постоянной скоростью. Но мы именно на него опираемся так же, как на волчок на нитке. Более сложная система. Те же самые плюсы и минусы, как у маховика, но более эффективная. Следующий слайд, пожалуйста. Итак. Что мы еще можем использовать? А у нас еще много интересных идей. Например, у нас есть стрелка компаса. Стрелка компаса. Так. Если стрелка компаса в силу какой-то силы забесплатно поворачивается, то мы что можем делать? Мы можем сесть на нее верхом. Поэтому мы берем мощную стрелку компаса или еще лучше катушку, которую можно намагнитить или размагнитить, и опираемся на них. Ну, единственная проблема, что это будет работать только на орбите Земли или других небесных тел, у которых есть свое магнитное поле. Это у нас получается магнитное. Следующий вариант. Вот эта вот штука, это наш спутник. Соответственно, система управления, точнее, система ориентации — это такая вот штанга, которая торчит с шариком. Я сразу скажу, не хочу вас пугать такими страшными словами, как гравитационный градиент. И не хочу рисовать, как это все будет работать. Идея простая. Если мы берем длинную такую гантель, на которой находятся две массы, она будет стремиться занять свое положение просто в силу хитрой физики по направлению на тело, вокруг которого оно вращается по орбите. При этом из минусов она может как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть это такой минус. И она еще будет колебаться. Там такие силы достаточно слабые действуют, она будет колебаться вокруг центра. Но зато, господа, это же бесплатно. Это бесплатные силы, которые можем использовать. Гравитацию используем. Какой там интерстеллар, что у нас тут все хитрее. Следующий вариант у нас что? У нас же есть какие-то... То есть даже на высоте в несколько сотен километров у нас есть что? Остатки атмосферы. Если у нас есть остатки атмосферы, мы можем на этих молекулах кататься. Ставим аэродинамические плоскости, и получается, что космический аппарат с крыльями летит в нужном направлении. Все работает. Собственно, когда этот левый спутник использовался для получения данных о гравитационном поле Земли, поэтому он должен был летать максимально низко. Чтобы он летал максимально низко, его сделали вот таким вот обтекаемым, чтобы он сам самостоятельно под воздействием остатков, атмосферы, там очень слабые силы, он сам занимает правильное положение и летит себе. Следующий вариант. У нас же есть не только Земля, которая дает нам магнитное поле или куски атмосферы остаточки, у нас еще и Солнце. У нас есть там солнечный ветер, это все летит, это все давит. Прекрасно. Мы можем делать либо солнечный парус, либо, например, использовать это для закрутки аппарата, сделав такой большой волчок, пожалуйста. Либо можем, например, вот эта картинка — это кусок совершенно героической борьбы за жизнь телескопа Кеплер, у которого вот эти штатные системы ориентации, маховики, вышли из строя. Но они вышли из строя частично, то есть мы по каким-то осям еще можем опираться на эти маховики. А по тем осям, у которых уже на Солнечном ничего не осталось, нам приходится опираться на солнечный ветер. То есть телескоп занимает такое положение, чтобы это все уравновешивалось, это все работало. По сути, летит такой солнечный парусник, на котором половина того, что было изначально, отказала. Но оставшегося хватает, чтобы таким солнечным парусником четыре раза в год занимать четыре устойчивых положения и снимать четыре участка Земли. Вообще замечательная вещь. Следующий слайд, пожалуйста. Ну хорошо, допустим, мы научились опираться на пустоту. Классно, замечательно. А куда мы, собственно, летим? Вы об этом задумывались? Может, мы там уже скоро пролетим куда-нибудь, или в Луну врежемся, или наоборот вне врежемся. Космос пустой, поэтому даже если у нас задача в кого-нибудь врезаться, нам нужно будет очень постараться, чтобы это сделать. Мы должны знать, собственно говоря, где мы находимся, куда мы смотрим и куда мы вообще движемся. Для этого есть много всяких хитрых вариантов. Самый хитрый вариант – это вообще об этом не задумываться. То есть не ставить никакой системы ориентации. Крутимся, вращаемся с любой скоростью, ну и что? У нас есть антенны, которые имеют такую диаграмму направленности, которые дают сигнал при совершенно любом положении. У нас есть какие-нибудь приборы, которым не нужно положение правильное. Конечно, про фотографию придется забыть, это минус. Но какие-нибудь простенькие приборы – пожалуйста. Температуру, я не знаю, измерять, вакуума. Или какую-нибудь другую науку, для примера. Допустим, вот эта слева станция – это наши станции Луна-1, Луна-2. Вот эта штука летела неориентированной, но, например, сделала важное научное открытие. С помощью нее впервые человечество узнало, что у Луны нет магнитного поля. И то, что она летела неориентированной, ей ни капельки совершенно не помешало. Следующий вариант. У нас есть Солнце. То есть мы, в принципе, наверное, можем записать в компьютер основы астрономии и знать, где Солнце находится. Замечательно. Мы получаем надежную, хорошую, эффективную ось. Почему? Потому что Солнце одно, у нас как бы ось, а наше положение относительно этой оси неизвестно какое. Так ведь? То есть мы можем по ней вращаться. Но надежно, просто эффективно. Допустим, у нас сейчас 11 апреля. В корабле «Восток», на котором летел Гагарин, использовалась именно солнечная система ориентации. Она была простой, она была надежной, потому что сложно было спутать яркий сигнал от Солнца с чем-нибудь другим. Но она имела свой минус, потому что эта ось, правильная ось на торможение, строилась только один раз в сутки. То есть, получается, корабли «Восток» в автоматическом режиме могли садиться только один раз в сутки. Дальше поехали. Тоже думаем, что мы еще можем придумать. У нас есть Земля. Земля у нас теплая. На ней копошится жизнь, но это не принципиально. Главное, что она теплая. По сравнению с космосом, который у нас особо ничего не излучает, мы можем с помощью довольно простых приборов сказать, вот тут теплая, тут нетеплая. Граница. Теплая вы, нетеплая. Ага. Это у нас получается лимб Земли. Так, ставим несколько приборов, которые говорят, что здесь граница, здесь граница, здесь граница. Все, навелись на Землю. Называется инфракрасная вертикаль. Очень интересная штука. Если мы летаем по орбите Земли, то мы можем очень просто с помощью этого прибора построить местную вертикаль на центре Земли. Очень удобно. Дальше поехали. Следующий слайд. Да, вот у нас сверху два интересных таких прибора, которые, правда, вымерли со временем. Слева это гироорбитант, который показывает положение космического аппарата относительно движения на орбите. То есть мы, допустим, с помощью инфракрасной вертикали навелись на Землю. Мы знаем местную вертикаль, да? Она поворачивается, потому что мы движемся по орбите. Проблема в том, что мы не знаем, мы вот так вот летим головой вперед, или мы летим ногами вперед. Вот для этого был сделан прибор гироорбитант. Правда, его убили компьютеры, потому что потом выяснилось, что если считать просто на компьютере, это становится ненужным. Нам хватает только инфракрасной вертикали. Она уже сама определяет свое положение, можно пересчитать без дополнительных гироскопов. Собственно, допустим, на корабле «Союз», на котором у нас космонавты летают, на нем есть две инфракрасные вертикали и компьютер, который высчитывает правильное положение, каким концом мы летим по орбите. Справа сверху — это ионная система ориентации. Она вымерла, потому что у нас над Южной Америкой находится так называемая ионная яма, от которой много проблем. То есть она в других местах у нас работает, а из-за радиационных поясов в районе Южной Америки находится ионная яма, в которой эта система начинает работать неправильно. В общем, помучились, выкинули. Не получилось, не взлетело. Снизу звездные датчики. У нас есть цифровые фотоаппараты. Так ведь? Замечательно, круто. Берем цифровой фотоаппарат, отправляем его в космос и просим его фотографировать звезды. Он фотографирует звезды. Полученные кадры мы скармливаем компьютеру, в который мы заложили карту звездного неба. И что мы знаем? Мы знаем то, куда направлен фотоаппарат. Знаем, куда он направлен, знаем положение спутника в пространстве. Замечательно. Следующий слайд. Дальше. Что у нас еще есть? Помните про компас? Он нам снова поможет. Мы же можем не сидеть верхом на стрелке, а смотреть, куда она крутится и знать свое положение относительно магнитного вектора в Земле. То есть можно опять же с помощью компьютера пересчитывать. Дальше. Варианты какие? Есть ли у нас такая сложная система, которая не удовлетворяет ситуации, когда мы, допустим, строим какую-то простую ренту? Нам нужно постоянно знать, каким концом мы куда летим и как мы еще маневрируем. Допустим, у нас там какая-нибудь межпланетная станция. Что приходится ставить? Приходится ставить то, про что я говорил на ракете, называется гиростабилизированная платформа. Изначально они были очень сложными. Вот, допустим, по центру, сверху. Это очень сложная, очень дорогая, сказочно дорогая гиростабилизированная платформа баллистической ракеты. Причем она еще, получается, висела даже не механически, она висела на газовом подвесе, она сохраняла свое положение в этом газовом подвесе. Она висела в потоках воздуха, сохраняла свое положение, потом передавала информацию о том, какое положение относительно нее занимает ракета, и акселерометры у нас записывали ее ускорение, которые были. Это потом все пересчитывалось. Справа, например, это очень сложный, дорогой, очень точный лазерный гироскоп. То есть гироскопы тоже бывают разными. Выяснилось, что крутить механику не всегда удобно и эффективно. Иногда лучше использовать какой-нибудь грязный хак из физики, типа изменений вектора поляризации, лазерного луча. Это все слишком сложно. Мы знаем, что если мы возьмем либо закольцованный лазерный луч, либо длинную такую катушку из оптоволокна, мы можем использовать ее как гироскоп. Она будет знать, куда мы ее поворачиваем. Это для сложных систем. Для дорогих сложных систем это прекрасная работа. Очень точная вещь. Но мы же хотим еще что? Мы же люди какие-нибудь не очень богатые хотят спутники запускать. Нужно что-нибудь дешевое. А что у нас дешевое? В мобильных телефонах вполне себе мем с так называемое исполнение. Вибрационные гироскопы. Все это добро вполне будет работать в условиях космоса. Другое дело, что точность будет маленькая. Как бы действительно используются похожие технологии. Мем с акселерометром, мем с гироскопом. Слева снизу пример такого небольшого акселерометра. Прекрасно работает. Справа картинка, это видео есть. Собственно говоря, незаметные сложности техники. Как не заблудиться в космосе. Там есть такое простенькое видео, когда студенты. То есть раньше. Раньше дорогая гиростабилизированная платформа делалась научными организациями. Стоила кошмарные денег. Сейчас подобное делает студент. Выкладывает код в открытый доступ. И любой желающий может подобную систему сделать. А это картинка с теста. То есть просто берем рукой этот маленький. Вот там, собственно говоря, вот это беленькое, синенькое и зелененькое. Это, по сути, указатели даже. Это не сама платформа. Маленькая плата. Крутим. Автоматика понимает. На экране крутится, совпадает прекрасно. Следующий слайд. Вот. Хорошо. Допустим, мы везем либо человека, либо что-нибудь ценное, что на орбите забывать нежелательно. Следующая проблема возникает. Нужно как-то затормозить. Причем-то, конечно, у нас повезло. На земле у нас есть атмосфера, а которую можно тормозить совершенно бесплатно. Почти, конечно. Потому что она зараза нас нагревает, и приходится что-то с этим нагревом делать. Вот этот слайд покажет разнообразные варианты, как можно хитро обходиться с нагревом. То есть снизу это теплозащитный щит, который сделан из многослойного материала со специальной пропиткой, которая, получается, загорается, нагревается, вскипает. Маленькие, получается, участки от нее отделяются, нагретые, и вместе с ними температура улетает. То есть мы, получается, у нас снаружи 2-3 тысячи градусов. Получается, опять же, у нас еще 11 апреля, Гагарин был первым человеком, который непосредственно был в такой веселой ситуации, что он сидел себе в спускаемом аппарате. Снаружи несколько тысяч градусов, плазма. Аппарат слегка потрескивал, но тормозимся прекрасно. Проземлился, все хорошо. Сверху разные варианты, как можно еще хитро использовать. Можно же создавать подъемную силу, чтобы тормозить, например, комфортнее, чтобы не 9G, например, земной орбиты, а 4-5, например, на союзах. Если мы возвращаемся, допустим, с Луны, чтобы было не 12G, а там переносимый, там поменьше, сильно поменьше. Создаем подъемную силу, зарываемся в атмосферу медленно, даже можем выпрыгивать из нее. Американские Аполлоны, когда возвращались с Луны, они, получается, ныряли в атмосферу, выходили и снова ныряли второй раз. Хитрая схема, но зато давала комфортное и очень точное приземление. Справа, допустим, другой вариант. Это на шаттлах использовалось. Там она не испаряющаяся была, она была многоразовая, там были специальные плитки теплозащиты. Следующий слайд. Ну хорошо, мы затормозили, но проблема в том, что у нас, собственно, эта скорость будет порядка 200 метров в секунду. Дальше атмосфера меньше, чем 200, уже не тормозит, нужно что-то делать. Парашюты выпускать. Там были разные идеи, можно очень долго рассказывать, но парашюты, хорошо, парашют на нашу скорость снижает до примерно, допустим, 5 метров в секунду. Представьте себе, что вы со скоростью 5 метров в секунду ударяетесь, а землю больно будет, прямо скажем. Даже можно поломаться. Что делают? Допустим, вот слева красивая картинка. Это союз, но он не горит. Это работают двигатели мягкой посадки. То есть специальные двигатели, которые включаются за примерно метр, допустим, от земли, тормозят корабль, чтобы он в идеале очень мягко приземлился. Справа классические кадры. Это полон садится на воду. Допустим, у американцев Орион садится также будет на воду. Они решили, а землю больно не биться, они решили, лучше мы ударимся о воду, она там можно будет даже слегка-то чуть-чуть погрузиться. В общем, это будет мягче. Следующий слайд. Ну и вот мы, соответственно, вполне себе уложились в лимит 30 минут. Как человек, который космосом заболел, я, естественно, пришел вас космосом заразить, потому что космос — это классно, космос — это красиво. Вот вам Александр Шаенко расскажет о том, что космос — это красиво. Космос — это интересно, я вот пытался вам рассказать. Это удовлетворение научного любопытства. Это вот замечательные люди. Ну, я думаю, улыбку Гагарина помните. Вот, собственно говоря, почему так получается. Точнее, даже не почему-то. Известно, что космонавты, они выражаются современным языком няшки, потому что нытики и прочие люди с плохим характером просто отбор не проходят. Остаются вот наиболее приятные. Ну и, соответственно, наверное, какие-то вопросы есть. Оставшиеся 10 минут на вопросы. Поднимайте руки. Да, поднимайте руки, спрашивайте. Простой дилетантский вопрос. Что такое профиль сгорания? Что? Не понял. Профиль сгорания, о котором упоминали. Профиль сгорания. Сгорания. Да. Или... А, да. Там, где графики. Это понял все. Короче говоря, если у вас двигатель тридотопливный, у вас там есть специальная шашка. Так вот, в зависимости от того, какого вида отверстия вы в этой шашке сделаете, у вас будет разный график тяги по времени. Вот можете промотать, там просто эта картинка. В зависимости от вида. Да, кстати, перед вторым вопросом еще раз говорю. Фильмы, пожалуйста, обязательно сфотографируйте. Фильмы реально замечательные. Там минимум фактических ошибок. Я их сам лично отбирал. Это не какая-то там гравитация с интерстеллером, где ошибки можно писать на несколько страниц. А формата А4 список будет. Там максимально все подобное. Очень интересно. Следующий вопрос. Микрофон не работает у вас, я вас не слышу. А я громко могу сказать. Ну говорите громко. У меня такой вопрос. А почему аэродром Восточный строит опять так далеко? Как и бы как. Так. Ну что значит как далеко? Смотрите, там есть много причин. Потому что, смотрите, во-первых, чем ближе космодром находится к экватору, тем выгоднее нам становится запускать объекты на геостационарную орбиту. Потому что при старте, при запуске, наклонение нашей орбиты не может быть меньше, чем широта космодрома. Смотрите, какие вы знаете южные у нас участки. У нас просто страна большая, но северная. Ну вот как-то космодром в Сочи не очень хорошо, потому что нужно, чтобы выполнено много условий. То есть, конечно, я думаю, если предложить сделать космодром в Сочи, там народ обрадуется, что можно будет там купаться, тепло, хорошо. Проблема в том, что отработанные ступени будут падать куда-то там вправо. То есть на Казахстан, на Китай будут. Ну нехорошо в них швыряться отработанными ступенями. Тоже проблема. Нужно, чтобы была инфраструктура, например. Конкретно с Восточным, там недалеко был космодром Свободный, но какая-то более-менее была инфраструктура. При запуске у нас получается падать все будет в океан. Океан не жалко. Ну банально, смотрите, у нас широта Байконура, например, если я говорю по памяти, 45 градусов, да? А наклонение получается начальное больше, 51,6. Почему? Потому что если мы уменьшим наклонение, то мы будем кидаться ступенями в Китай отработанными. Невежливо. Вот. Я надеюсь, на ваш вопрос ответил. Поднимайте еще руки. Да. Вы говорите в его микрофон. Ну там ему микрофон не докинешь. Громко говорите. Вы считаете, был ли нулевой космонавт? Нулевой космонавт. Ага. Ну, короче говоря, здесь такая же вещь. Жили и были два брата итальянца, которые сначала делали хорошее дело. Они записывали информацию со спутников. Такие были радиолюбители. Это было полезно. Проблема. Они, похоже, захотели славы и известности и стали выдумывать, что они записали того, чего не было. Они выдумали, допустим, якобы погибшую советскую женщину-космонавта. Очень удобно, потому что у них в это время сестра учила русский язык. Они так все сделали, зашумели, чтобы не разобрали, кто это говорит и чего. Ну так далее. То есть это на 90% виноваты, потому что они занимались выдумкой. Оставшие 10% это виновен, получается, это виновен мы с вами, это виновен Советский Союз, потому что была такая нехорошая, нездоровая секретность. Почему? Если аппарат не выходил на орбиту, то вообще ничего не было. Если он, допустим, выходил на орбиту, но с орбиты к Марсу или Венере не улетел, мы что сказали? Что все правильно. Запущен тяжелый спутник, который выполнил свою задачу. То есть массу спутника они примерно как-то пытались найти, по параметрам, как он там тормозился и так далее, площадь пытались находить, и дальше уже фантазировали, там обязательно кто-то погиб. Архивы открыты. Соответственно, когда стартовал Гагарин, было известно только об одном погибшем из отряда космонавтов. Это погиб Нелюбов, но он погиб. Ой, фу, Нелюбов, Бондаренко погиб. Бондаренко погиб в Баракамере. Но это было на Земле. То есть сейчас данные все известны, не было никаких нулевых космонавтов, это все миф. Дальше. Руки. Да, вот, близко человек сидит. Подождите. Да, чтобы другие слышали. Главное, чтобы не запищал. Так, я отошел подальше, чтобы не было обратной связи, чтобы нас хитрая акустика не замучила. Да. Вот следующий вопрос. Насколько я знаю, спутники обычно испытывают в вакуумных камерах на Земле, чтобы гарантировать, что не будет утечка и так далее. В случае ракет они как-то испытываются? Потому что я знаю, что настолько большие не построить вакуумные камеры. Ну, вакуумные конкретно не испытывать, но там хватит много тестов на самом деле. То есть вот, допустим, известно, например, что когда стартовала первая ступень ракеты Сатурн-5, двигатели запускались на ней в третий раз, потому что первый раз они запускались, когда один двигатель был на стенде, второй раз ставили всю ступень на большой стенд, дорогой стенд, ставили в сборе, запускали двигатели, и уже в третий раз она уже улетала. Это был очень дорогой сначала, с большими инвестициями, но очень полезный вариант, потому что у нас так не делали, и на ракете N1 первая ступень из четырех пусков ни разу до разделения, то есть полностью свою работу не выполнила, потому что там все были аварии. То есть хотели сэкономить на тестовом стенде, получили в итоге большие потери, очень дорого, печально. Я надеюсь, на ваш вопрос ответил. То есть тесты проводятся разные. Да, еще вопросы? Поднимайте руки, поднимайте. Подождите, вот тут человек задает вопрос уже, но давайте лучше микрофон. Потому что смотрите, я-то услышу, но у нас же большая аудитория, много людей. Будьте вежливы, чтобы слышали вас другие. Да. Чтобы вводить тяжелый вес на орбиту, целеобразнее строить большие ракеты, либо вводить маленькими ракетами небольшие массы, а потом собирать это все в космос? Вообще, на самом деле, это очень такой интересный вопрос, про которому очень можно долго говорить. Вот у меня есть просто тег, в ЖЖ у меня есть тег, и на Geek Times есть тег облегчения доступа в космос. И там вот я именно пытаюсь рассказывать о том, какие разные технические варианты были придуманы, чтобы это было. Пытались сделать большие ракеты, пытались сделать универсальные ракеты, чтобы можно было из одних блоков собрать и большую, и маленькую. Сейчас, допустим, Ангару как универсальную ракету позиционируют. Легкий вариант, тяжелый вариант. Были, например, варианты сделать максимально дешевую ракету, так называемый большой глупый носитель, и такое экспериментируют. То есть вообще, на самом деле, сложно. Но я могу коротко, если очень коротко, я могу сказать, что в принципе в какой-то момент становится уже неэффективно собирать по частям, потому что вот эти затраты на стыковку, сборку и так далее, они уже перевесят выгоду. Точнее, да, перевесят выгоду. То есть в какой-то момент получается, что выгоднее сделать большую ракету, собственно говоря. Ну, такой получается замкнутый круг. У нас нету больших тяжелых нагрузок, которые бы выводили большие сверхтяжелые ракеты, поэтому у нас нету больших сверхтяжелых ракет, которые бы выводили большие нагрузки. Вот с этим тоже бьются, но пока вот. Ну, вот может быть, СЛС полетит, посмотрим, поживем, увидим. Будет наконец-то, после очень долгого перерыва, сверхтяжелая ракета. Вот, в принципе, даже, по-моему, Falcon Heavy маска, он уже относится к сверхтяжелым, потому что обещанные 53 тонны — это по нынешним временам уже сверхтяжелая ракета. Ну, удивительно. Да, СЛС американская. Следующий вопрос. Есть ли сейчас проблема космического мусора и какой ее масштаб, и как с ней борются? Ну, проблема, конечно, есть. Есть, не такая, как в гравитации, но есть. То есть, допустим, МКС довольно часто приходится выполнять, довольно часто, в смысле, несколько раз в год. Да, то есть, допустим, ну... Нет, ну да, там это свои ограничения. Просто даже несмотря на все эти проблемы, довольно часто приходится выполнять маневры уклонения. Там просто считается, как бы, такой объем, то есть все, что окажется в этом объеме, считается опасным, и от этого уклоняются. Как с отработанными спутниками поступают? Я просто всем рассказываю вопрос. Ну, скажем так, иногда спутник окажется слишком далеко, чтобы с ним уже делать что-нибудь. Разгонный блок, например, который вывел на геосационарную или геопереходную орбиту, он может уйти на орбиту захоронения. То есть он там будет болтаться тысячелетиями, но он будет болтаться там, никому не мешая. Отработанные спутники, а там уже как получится. То есть, насколько я помню, вот не буду врать, но, короче говоря, один из первых запущенных спутников летает до сих пор. Просто потому, что он вышел на орбиту с такими параметрами, что его атмосфера не тормозит, он еще будет долго крутиться. То есть как бы в этом проблема есть. Ну, причем отдельная проблема — это если что-нибудь с чем-нибудь столкнется, мусора станет просто в разы больше. Еще вопросы? Так, с микрофоном. У кого микрофон? Да. Давайте буквально два вопроса. Да, вопросы. Ну, вы сказали, что часто используют MEMS-гироскопы, но, насколько я знаю, полупроводниковая микроэлектроника в космосе живет очень плохо. Обычно все-таки используют вакуумную электронику. Ну, насколько я помню, MEMS — это формат исполнения, что оно выполняется как бы на кристалле. Ну, там все-таки… Если я путаю, поправьте меня. Ну, там все-таки, насколько я знаю, комбинация микроэлектроники полупроводниковой, механической части. Ну, вот фотография, которая была, это же фотография именно микрообъекта. Ее уже делали с помощью микроскопа. Она очень маленькая. Это вот будет MEMS или не будет? Ну, да. Там, скорее всего, какие-то полупроводники, чем вакуумные. Ну, вот видите. Ну, хорошо. Спасибо. Давайте последний вопрос. Последний вопрос. Кто-то руку поднимал. Еще человек. А, вон, ниже девушка. Сейчас вам будет микрофон. Да. Хорошо. Спасибо большое за рассказ. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о будущем использования военных технологий в космосе? И ожидается ли в ближайшем будущем милитаризация космоса? Она возможна? Если да, то с помощью каких технологий? Да, существует. Ну, вообще, на самом деле, вы такой интересный вопрос задали. Пока что у нас, скорее, было наоборот, например. То есть у нас делается гироскоп для баллистической ракеты, ракета становится мирной, космической и возит грузы. То есть получается, как бы, наоборот, у нас военная техника стала гражданской. А что касается милитаризации, ну, я, честно говоря, не очень верю в то, что у нас будут какие-то там, я не знаю, боевые лазеры на орбитах. Это довольно дорого, не особо эффективно. Программа СОИ не взлетела, как мы это знаем, в 80-х. Будет ли что-нибудь подобное? Ну, сложно сказать. То есть, ну, допустим, я могу надеяться, кстати, вот, я могу надеяться, что, например, технологии, которые, с помощью которых сейчас военные делают гиперзвуковые аппараты, да, вот есть вот испытания гиперзвуковых аппаратов были, сравнительно недавно, они, я надеюсь, могут стать, использоваться для ракет-носителей. Это будет очень эффективно. Почему? Потому что у нас есть атмосфера в атмосфере кислорода, который бесплатный. Его можно сжигать и эффективнее с большим удельным импульсом лететь в космос. Вот. То есть это, я в этом отношении скорее оптимист. Спасибо. Пожалуйста. Ну, тогда все, спасибо большое. За то, что пришли. Был очень рад вас видеть.